Приветствую всех зрителей канала Девайс! Когда речь заходит о приобретении процессора из не самого бюджетного сегмента, сразу же приходится задумываться и о покупке подходящей системы охлаждения, способной справиться с его тепловыделением. Сегодняшний ролик посвящен семерке лучших компьютерных кулеров, подходящих для использования с современными сокетами и обладающих наилучшими характеристиками среди всех предложений, представленных в отечественных магазинах. К слову, ссылки на эти самые магазины есть в описании к видео, поэтому искать самостоятельно выбранные нами модели не потребуется. Более того, там же лежит промокод для подписчиков канала, позволяющий сэкономить на покупке охлаждения для своего ПК. Приятного просмотра! Мы разместили все модели в порядке увеличения объемов отводимого ими тепла, поэтому открывает подборку относительно недорогой кулер Deepcool Gemmax 300, предназначенный для использования с процессорами максимум из среднего ценового сегмента с TDP до 125 Вт. Стоит отметить, что большинство современных камней имеет опцию турбобуста, во время использования которой тепловыделение может значительно превышать заявленное в стандартном теплопакете, поэтому подбирать охлаждение стоит с хорошим запасом минимум в 40-50%. Этот кулер оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, способным вращаться со скоростью до 1600 оборотов в минуту. Среди плюсов модели хотелось бы выделить возможность установки в весьма компактных корпусах, поскольку ее высота составляет всего 75,5 мм, а вес равен 433 граммам. Любители подсветки также останутся довольны. Она здесь присутствует, правда никаких опций настройки нет ввиду использования производителем одноцветных бюджетных светодиодов, вместо привычных RGB, свойственных более дорогим комплектующим. Подключение к материнке осуществляется через управляемый разъем 4-пин PWM, поэтому доступен контроль количеству оборотов в зависимости от текущей температуры процессора. Любите смотреть ролики с подборками компьютерных комплектующих? Тогда подпишитесь на канал девайс, ведь здесь они выходят регулярно. И не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы никогда не пропускать свежие выпуски. Следующая модель относится к премиальному ценовому сегменту и отличается высоким уровнем надежности. Этот кулер носит название Big White Pure Rock 2 и способен рассеивать до 150 Вт тепла. В его конструкции используется радиатор, изготовленный из медного основания с четырьмя трубками и набора алюминиевых пластин. Воздух через них прогоняется посредством 120-мм вентилятора, вращающегося со скоростью до 1500 оборотов в минуту. Для достижения большей долговечности в вентиляторе используется подшипник скольжения. Общий вес радиатора с вентилятором составляет 580 грамм, а габариты кулера равны 121 на 155 на 87 мм, что следует учитывать при выборе корпуса и подборке комплектующих. Подсветка отсутствует, поскольку производитель в первую очередь старался добиться оптимальных рабочих параметров и не стал тратить бюджет на модули, не оказывающие на них никакого влияния. А вы бы взяли для своего игрового ПК кулер без подсветки? Расскажите об этом в комментариях. Еще один представитель бюджетной категории компьютерного охлаждения называется ID Cooling SE224XT Basic. Этот кулер призван бороться с тепловыделением вплоть до 180 Вт и предназначен для использования с любыми процессорами AMD вплоть до сокета AM4 и Intel вплоть до сокета LGA1200. Он также, как и предыдущие модели, оснащен единственным вентилятором диаметром 120 мм, из-за чего низких оборотов было бы попросту недостаточно для эффективного отведения тепла. Поэтому его скорость может достигать отметки в 1800 оборотов в минуту, что приводит к повышению шумности до 32,5 дБ. Впрочем, даже такой шум вряд ли сможет стать помехой при активных играх или работе за ПК, поскольку он будет появляться только в моменты самых высоких нагрузок. А вы знаете, что у нас есть телеграм-канал с новостными постами на тему мира компьютерных технологий. Если любите такой контент, обязательно подпишитесь, ссылка в описании. Компания Zalman долгое время была лидером на рынке и производила качественные корпуса и системы охлаждения. Современные комплектующие, выходящие под этим брендом, демонстрируют неизменно высокий уровень выносливости и надежности. К ним можно отнести и процессорный кулер Zalman CNPS 10X Performa, способный отводить до 180 Вт тепла. Он представляет собой четыре тепловые трубки из меди, на которых закреплено множество алюминиевых пластин. Через них направлен поток воздуха, создаваемый 120-мм вентилятором с подшипником скольжения, рассчитанным на многие тысячи часов работы. Обороты этого вентилятора могут подниматься до отметки в 2000, однако лишь в самые напряженные моменты. При этом предельный уровень шума равен 36 дБ, что можно считать вполне приемлемым показателем при настолько высокой производительности. К слову, при желании можно добиться снижения оборотов даже при работе на износ, если добавить самостоятельно второй вентилятор, для которого предусмотрительно оставлено место. Захотелось узнать, сколько стоит эта система охлаждения процессора и сравнить ее с другими вариантами из нашей подборки? Тогда загляните в описании, где есть ссылки на проверенные магазины с лучшими ценовыми предложениями на данный момент. Если хочется поставить в игровую машину мощный, но при этом максимально тихий кулер, стоит обратиться к профессионалам своего дела и приобрести модель Noctua NH-D15. Этот бренд славится своими наработками в сфере охлаждения комплектующих и имеет множество запатентованных решений, обеспечивающих максимальное снижение уровня шума. Данный вариант способен отводить до 220 ватт тепла и при этом даже на максимальных оборотах его вентиляторы, которых здесь пара в стандартной комплектации, будут издавать шум всего в 24,6 дБ. А это значит, что работающий компьютер будет практически незаметен. Конечно же, при условии, что и на других элементах используется тихий охлад. Правда, чтобы добиться такой эффективности, производителю пришлось значительно увеличить вес башни, который составляет целых 1320 грамм. Данный момент стоит учитывать при выборе материнки, чтобы она была способна нести на себе такой груз без деформации. При ограниченном бюджете, но при этом довольно горячем процессоре, можно рассмотреть к покупке кулер Deepcool Red Hat с поглощением до 250 ватт тепла. Он не может похвастаться какими-то выдающимися характеристиками в плане тишины работы, ведь оборудован всего одним вентилятором диаметром 140 мм, разгоняющимся до 1400 оборотов в минуту. Из-за этого при пиковой нагрузке уровень шума достигает 31,1 дБ. И все же модель пользуется высокой популярностью, поскольку стоит примерно вдвое дешевле конкурентов. И отлично удовлетворяет потребности пользователей, не особо обращающих внимание на шум охлада во время работы ПК. При этом башня выглядит вполне привлекательно и может стать украшением топовой сборки, пусть и не имеет собственной RGB-подсветки. Если же мириться с шумом не хочется, а процессор не позволяет экономить на кулере, единственным выходом станет башня Big White Dark Rock Pro 4. Она совместима абсолютно со всеми новыми сокетами и может эффективно отводить до 250 ватт тепла, при этом создавая минимум шума. Это возможно благодаря паре фирменных вентиляторов диаметром 120 и 135 мм. Когда они работают на максимальной скорости в 1500 оборотов в минуту, уровень шума едва достигает отметки в 24,3 децибела, что делает систему охлаждения практически незаметной. На этом наша подборка лучших кулеров для процессоров подошла к концу и я спешу напомнить, что ссылка на каждый из них есть в описании к ролику. Там же лежит и промо-код для постоянных зрителей и подписчиков канала. Буду благодарен, если вы поставите лайк этому видео и напишите комментарий, а чтобы не пропустить свежие выпуски на канале, подпишитесь на девайс и нажмите на колокольчик. Там и увидимся!